МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда уходит детство? Вопрос, скорее, риторический. И пока оно не ушло, каждый взрослый старается сделать своего ребенка счастливым. Летом это не особо и сложно. Тем более в Крыму. Здесь работают десятки детских оздоровительных лагерей. В одном из них побывал информационный канал Севастополя. Лагерь Атлантика расположен в Байдарской долине. От Севастополя его отделяют 45 километров. Здесь нет моря. Зато его окружаются основы борма, живеловая роща, луга, поляны и крымские горы. Такой лагерь просто находка для юных искателей приключений. Находится в котловине, защищенной от вияний холодных литров, будем так говорить. Здесь погода летом умеренно жаркая. А ввиду того, что у нас на территории много зелени, у нас такое явление, как солнечные удары для детей, или ожоги солнечные исключены. Может быть, у нас прохладнее, чем, скажем, в городе. Но это только служит на пользу детям. Одновременно здесь могут находиться максимум 270 человек. В этом году лагерь примет три смены детей. Возраст от 7 до 17 лет. Их ждут деревянные летние домики. Комнаты только что отремонтированы. Здесь выдержаны российские нормативы по законодательству, чтобы на каждого ребенка было не менее 4 квадратных метров. Имеется личное пространство, имеется шкаф для одежды. Если вдруг прохладно, имеются одеяльца. Потому что это все-таки здесь попрохладнее, чем в городе. Хотя, конечно, не было у нас особых проблем с этим. Дети натанцуются, потом все ночь спят, им одеяла не нужны. Но, тем не менее. Шесть спальных мест, четыре тумбочки, большой шкаф и зеркало. Для отдыха этого вполне хватает. Наши дети здесь, помимо того, что вот так вот хорошо отдыхают, они еще и нормально защищены. Защищены противопожарной сигнализацией. У нас охрана надежная, хорошая, которая работает, тоже самое, круглосуточная. Все комнаты оборудованы системой пожарной безопасности и вот такими датчиками. Отремонтирован санузел, он рассчитан на весь блок. Душ на улице, вода холодная и горячая. Но главное в любом лагере – полноценный отдых. В Атлантике знают, как его организовать. Для любителей побыть наедине с собой работает библиотека. Оказывается, дети-то любят читать, несмотря на то, что в наше время электроники книгой мало кого заинтересуешь. А оказалось, что, значит, есть дети, которых, видимо, воспитывают вот так, что они приходят и здесь выбирают для себя что-то интересное, что им по нраву советуются, может быть, с нашим библиотекарем, что почитать, и берут. Ассортимент книг здесь рассчитан на ребят разного возраста. В этом же помещении грамоты и награды лагеря. Видите, вот грамоты у нас министра внутренних дел Российской Федерации. Значит, вот благодарности, значит, вот МВД России грамоты. То есть мы как бы в России уже работали с Россией, да? Для любителей активного отдыха пейнтбол, бассейн, конные прогулки и однодневные походы. А вот это поле в лагере называют луковым. Ну не потому, что здесь может произрастать лук, потому что дети, когда приезжают к нам, мы здесь устанавливаем оборудование, есть у нас хороший инструктор, и они получают первоначальные навыки стрельбы из лука. Это дело им нравится, поэтому здесь вот, видите, выкашена трава. Здесь вот они, то есть, готовятся. Обязательно присутствует при этом мероприятии у нас врач, обязательно, или медсестра. Хотя, конечно, проинструктированы все вот и до, но в целях безопасности и оказания, не дай бог, кто-то или, значит, пальчик к себе наколит, или еще как-то, значит, сразу же, то, суть, можно было оказать медицинскую помощь. Хотя таких случаев у нас не было. Чтобы юные последователи индейцев были полны сил и энергии, их кормят пять раз в день. Похудеть здесь сложно. Я лично отслеживал, как дети питаются. Значит, если кто-то старался не поесть, то у меня вожатые не садились кушать, пока дети не поедят. Значит, проверял самостоятельно качество пищи каждый день, чтобы было вкусно. Ну, у нас повара, работают здесь тоже уже 15 лет постоянно, одна бригада. И люди, которые знают хорошо свое дело, готовят пищу исключительно полезную, калорийную для детского организма, значит, никаких вредных продуктов здесь не дается, все, никакого жареного детям не дают, все пареное, вареное. В Атлантике проводят эстафеты, конкурсы, профессиональные спортсмены разминаются под открытым небом. Любители петь и танцевать устраивают концерты. Центром подготовки для них становятся деревянные беседки. Ставятся сюда, приносятся столы, и они могут готовить мероприятия, готовятся как к общелагерным мероприятиям, так и к внутриотрядным. Здесь же они, кстати, могут поиграть в настольные игры, когда хотят. Также посидеть, вот с книгой взять, почитать. Это темноты, да, могут здесь находиться? Ну, здесь горит свет, здесь подведено электричество, и если, значит, темное время суток, видите, включается, и здесь достаточно светло. Информационный канал Севастополя застал лагерь в последние дни подготовки к сезону. Уже сейчас сюда въехала первая смена отдыхающих. В Байдарской долине проводят лучшие дни детства севастопольские школьники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА